Привет! Сегодня мы постараемся чуть больше разобраться в происхождении и биологии самых кровожадных существ острова Черепа, называемых черепозаврами. Так откуда они взялись? Являются ли краулеры коренными жителями острова или они захватчики, прибывшие извне? Монстр Верс пока не открыла тайну их происхождения, но мы можем выдвинуть свои предположения, обратившись к официальной новелизации Конг Остров Черепа, которая немного отличается от самого фильма. В книге говорится, что существ, от которых Конг защищает остров, гораздо больше. Это не только черепозавры. На рисунках племени Иви были изображены змееподобные монстры, крадущиеся из дыр в земле и рвущиеся к солнцу. Гигантские рептильные звери, один из которых имел три головы. Существа с шипами вдоль спины и с паутиной на ногах. На слайд-шоу Брукса была фигура, похожая на Конга, сражающегося с огромным крылатым зверем, а также молотоголовый зверь, схватки с многохвостой скелетообразной птицей и огромная ящерица на задних лапах, которая воюет с гигантской стрекозой. Если ты хочешь видео с разбором всех монстров Острова Черепа, то не забудь поделиться этим видео с друзьями и напиши свою версию происхождения черепозавров в комментариях. Изначально Джордан Фокт-Робертс, режиссер фильма Остров Черепа не знал, каким будет главный антагонист и дал задание дизайнерам придумать нечто особенное, отличное от динозавров из Конга Питера Джексона. В оригинальном фильме 1933 года на момент появилась двуногая ящерица, которая и привлекла внимание Робертса. Тем самым черепозавры приняли вид крупных змееподобных существ с двумя длинными передними конечностями и оголенным черепом, который был лишен плоти и по своей форме напоминал голову мозазавра. Кроме того, упоминается, что краулеры это амфибии, и при желании они могут покинуть остров под водой, представляя потенциальную опасность для остального мира. В какой-то момент они отреагировали на зов Гидоры, и Конгу пришлось сдерживать их натиск, не подпуская монстров к воде. Говорится, что аж миллионы лет назад остров был раем для племени Конга, пока не пришли черепозавры и началась война богов в первозданной земле. Миллионы лет это огромный срок. Перебить друг друга они могли за гораздо меньшее время, а значит их стычки были очень редкими. Так откуда же пришли черепозавры? Можно предположить, что они потомки мозазавров, обитавших в меловом периоде, и поскольку у них имеются жабры, они могли прийти из океана. Но, насколько нам известно, подобные виды были замечены только на острове Черепа. Быть может, часть мозазавров во время вымирания каким-то образом оказались в пустотах полой земли. Они не только выжили, но и мутировали. Их тела стали пригодными для раскопок и жизни под землей. Монарх прибыл на остров в 1973 году. Хьюстон Брукс как раз был специалистом по исследованиям полой земли. Скорее всего, черепозавры пришли именно из ее недр, а значит на острове должен находиться проход, который мы скоро увидим. Нам показали более свежие фото игрушек к фильму. В них мы увидели большого черепозавра с неким апгрейдом на его спине в виде гребня красного цвета. Возможно, данный представитель уже будет титаном. Также с ним в комплекте шел антигравитационный летательный аппарат для путешествий в полой земле с аббревиатурой HEAV. А это может нам намекать на то, что под землей находится целый мир со своей экосистемой и новыми титанами, о которых мы ничего не знаем. Монарх отправится в путешествие и вполне вероятно обнаружит подземные водоемы, что объяснило бы наличие жабуру краулеров. Разумеется, про полую землю мы поговорим отдельно, уже после выхода фильма. А пока появляются два интересных вопроса. Что заставило хищников выйти на поверхность и как они, собственно, размножаются? Черепозавры, как и вид конга, являются представителями супервидов, но в то же время титанами пока их назвать нельзя. Предки конга, очевидно, размножались естественным способом и, предположительно, старели и умирали. У черепозавров мы не наблюдали никаких различий по половому признаку. Были только более взрослые особи и один единственный вожак, самый огромный из них. Его называли как череподьявол, но также монстру дали неофициальное имя Раморок. Альфа-лидер черепозавров достиг высоту 29 метров при массе в 100 тонн, особи средних размеров были около 9 метров в высоту и имели 40 тонн веса, а младшие были высоту примерно 3,6 метров и весили всего лишь несколько тонн. Интересно, как конг при своем старом весе в 158 тонн, да и те же самые черепозавры смогут составить хоть какую-то конкуренцию Годзилле, который весит 100 тысяч тонн. При таком сочетании роста и массы, даже если конки черепозавр будут ростом по 120 метров, их масса не должна будет превысить 10 тысяч тонн. На мой взгляд, с весом тут что-то явно напутано. Черты различных видов, которые сочетают в себе черепозавры, относятся к отряду чешуйчатых. Преимущественно, этот вид присмыкающихся размножается, откладывая яйца, и можно сделать предположение, что каждая особь данного вида имеет возможность к саморазмножению после достижения определенной зрелости, подобно как Зилла из фильма 1998 года. И осуществляется это, скорее всего, именно откладыванием яиц, а подтверждение или опровержение этой теории, я надеюсь, мы увидим в фильме. Но что же могло заставить этих хищников выйти за пределы своей территории? На ум сразу приходит то, что у этих тварей закончилась еда. Ведь они имеют гиперадреналиновый метаболизм и, по сути, находятся в постоянном голодании. Это состояние вызывает повышенную агрессию. Чтобы проглотить большие куски пищи, краулер даже готов каждый раз вывихивать свою челюсть. А то, что его желудок не способен переварить, он позже просто отрыгивает наружу. Но мы знаем, что противостояние черепозавров и вида конга длилось миллионы лет, а значит все-таки пища под землей была. Быть может их самих оттуда кто-то гнал. Черепа монстров имеют пустые финистры, которые имитируют места, где должны быть глаза. Это их эволюционная особенность. Настоящие глаза расположены гораздо дальше и тем самым более защищены от врагов. А данные пустые раковины служат, как сенсорные ямы для поиска тепла и позволяют чувствовать теплокровное существо на огромном расстоянии. Череп и некоторые части туловища полностью лишены плоти. Это может быть связано с необходимостью постоянно прорываться сквозь слои земли и других пород. И опять же можно сделать вывод, что враги под землей у них, безусловно, были и остаются, но недостаточно мощные, чтобы выжить их до конца. И у меня остается предположение, что на поверхность они вышли именно потому, что их кто-то позвал. Молодые краулеры отличаются от взрослых особей более заметным коричневым оттенком кожи, более гладкой структурой и меньшим размером. Взрослые черепозавры имеют шипы, выступающие из локтей. Их позвоночники сильнее выпирают, и они больше используют свой длинный и очень сильный хвост как оружие, нанося им удары, удушая и отшвыривая жертву. Также взрослые особи обладают повышенной прочностью и могут выдержать обстрел из огнемета и крупнокалиберного оружия. Они прекрасно охотятся как в одиночку, так и в группах. Имеют высокую ловкость, скорость и могут таранить противника. Черепозавры также демонстрируют неплохой интеллект выше уровня обычных животных. Могут как заподозрить засаду, так и сами ее устроить. И в романизации говорилось, что они даже были способны имитировать плач ребенка, чтобы сбить с толку человека. Но и без слабости никуда. Из-за того, что они имеют только две конечности, их можно легко опрокинуть. Их цепкие и длинные языки, с одной стороны, хорошо хватают мелкую добычу на расстоянии, а с другой имеют такое строение, что Конг просто выдернул язык черепа дьявола вместе с частью внутренних органов. Естественно, глаза, хоть и отодвинуты назад и замаскированы, но не имеют другой защиты и могут быть повреждены. Также условной их слабостью является жадность, порождаемая ускоренным метаболизмом и адреналином. Черепозавры ответственны за смерть родителей Конга и за практически полное вымирание его вида. И я надеюсь, скоро мы узнаем больше об их происхождении. Ну и очевидно, у этих зверюк появится новый предводитель с красным отличительным оттенком, идущим вдоль всего позвоночника. Как думаешь, каких он будет размеров, чем будет отличаться и какое у него будет имя? Отпишись в комментариях, а я прощаюсь, до встречи в новых выпусках!